здравствуйте мои дорогие ребята мы сегодня с вами работаем в режиме ответов на ваши вопросы как и всегда и я стараюсь отдавать максимальное количество информации в ответ на ваши вопросы поэтому если друзья мои вы интересуетесь темой долголетия здоровья спорта семейных ценностей кулинарии вообще всем позитивом которыми с вами делюсь ребята обязательно нажимайте кнопочку подписаться или в этом или в этом углу и жду от вас лайк а мы сегодня отвечаем на вопрос собственно 48 часов голодания и 72 часа голодания как часто нужно делать ребятушки я стараюсь демонстрировать и поддерживать натурально абсолютно построенную форму моего тела и высочайшую работоспособность на почве периодического голодания то есть я 16 на 8 24 22 на 2 использую схему то есть я кушаю например 4 часа в сутки о невероятной пользе и о невероятных достоинствах отсутствие завтрака интервального или периодического голодания я на этом канале говорю с избытком поэтому сегодня мы не будем затрагивать эту тему хотя она является фундаментальной в этом видео сегодня мы поговорим о 48 и 72 как часто ребята как часто на самом деле 48 мы делаем один раз в неделю и 72 мы делаем один раз в две недели это идеальная комбинация я могу советовать делать 48 часов голодания ребятам которые поддерживают форму свою и хотят оставаться здоровыми и иметь профилактику практически всех заболеваний известных человеку связанных с так сказать культурой нашего питания то есть все вопросы с диабетом вопросы кардиоваскулярных заболеваний это огромный пласт проблем со здоровьем просто пропадает если вы будете во-первых в принципе практиковать периодическое голодание если вы будете пропускать завтрак если вы будете кушать по принципу палео типа питания то есть вот если мы отбросим последние 200 лет которые человеческая культура паскудила не повыше этого слова продукты и все процессы с длительным хранением все процессы с так сказать удлинением срока годности в общем вы понимаете чем говорю полуфабрикаты и вся пищевая промышленность все что вот дарит нам чудеса современной культуры все это нас и убивает так вот процессы подхода к своему питанию с точки зрения палео диеты это здравое питание опять же это не вегетарианство не веганство мы кушаем мясо фрукты и овощи все но в разрезе здравого смысла а также отсутствие завтрака и удержание сахара на нижнем уровне своем это основа периодического голодания мы стараемся держать сахар как можно ниже инсулин как можно ниже это позволяет нам сохранять невероятную работоспособность и сохранять наши долголетия и сохранять просто все эти огромные достоинства для организма на долгие и долгие годы при этом тренироваться и чувствовать себя прекрасно так вот это такая маленькая вставочка о пг вообще в принципе 48 ребята один раз в неделю 72 один раз в 14 дней что происходит на 48 часа голодания 48 часа голодания организм весь день находится в рамках работы на гликогене это наша энергия которая запасена в клеточках мышц и в печени и эту энергию ребята в виде гликогена и запасы ее мы с вами очень детально проходили в видео вот или здесь ссылочка или здесь ссылочка появится о инсулинорезистентности обязательно посмотрите это видео я рассказываю о том какие запасы энергии откуда что берется в общем как проходит процесс энергетического обмена в человеческом организме то есть наша задача сжигать жир а не быть привязанными к внешним источникам калорий то есть ваша задача когда вы отодвигаете завтрак и например в этом случае когда вы весь день не кушаете и ложитесь спать без еды наша задача ребята заставить организм вот весь этот гликоген всю вашу быструю энергию которая подчеркиваю в каждой клеточке организма и печени содержится восстановить весь этот гликоген из запасов жировых и вот здесь начинается процесс жиросжигания многие думают что жиросжигание проходит в течение дня на самом деле она она очень мизерное количество времени и на очень мизерное количество энергетического потока может быть задействовано во время активности дневной то есть вы можете восстанавливать ну скажем до 50 калорий в час из жира это ничто а вот когда вы ложитесь спать когда вы отключаете все потребители вашего организма которые расходуют калорий то организм переключается на фазу жиросжигания в этом смысле и восстановление вашего гликогена из жира более активно то есть по сути все жиросжигание происходит в течение ночного сна но если есть возможность днем немножечко минут 15-20 для восстановления тонуса поспать прям вот такая затея в общем это ребята в очень утрированной форме как происходит процесс восстановления энергетического обмена и собственно жиросжигания на первых 48 часах на 72 часовом отрывке этот процесс сохраняет свою тенденцию а также подключаются процессу аутофагии невероятных процессов профилактики онкологических заболеваний невероятных процессов оздоровления очищения организма и не бойтесь никоим образом никаких страшных историй о катаболизме ребята я сохраняю форму своего тела вот в таком режиме круглый год голодая 48 72 по схеме которую вам предлагаю делая 20 на 4 каждодневные приемы пищи и катаболизмы расщепления мышечных волокон натуральному атлету никоим образом не страшны я вас также приглашаю посмотреть или в этом или в этом углу видео о катаболизме где я рассказываю что это не страшно не стоит этого бояться это проблема только для атлетов которые используют допинг в общем это ребята в общих чертах история о том как часто делать 48 как часто делать 72 вы находясь в калорийном дефиците делая 48 72 будете строить тело своей мечты и профилактировать массу заболеваний и при этом избавляться от лишнего веса я же например и другие ребята которые не считают за свою главную цель сжигать жир у меня нет особо больших проблем с жиром делаю 48 ребята на фоне на калорийного баланса то есть я нахожусь в балансе либо же в небольшом избытке каждый день и продолжаю демонстрировать высочайшую работоспособность опять же находясь на периодическом голодании и делаю 48 для укрепления иммунитета для повышения работоспособности и для профилактики болезней в будущем и более зрелом возрасте они для первоочередным образом жиросжигания вот это ребята в общих чертах поэтому я вас призываю поддерживать брал с лайком подпиской на канал задавайте вопросы для будущих видео в комментариях внизу я вас благодарю за ваше время мои родные и конечно же как всегда приглашаю вас раскликивать описание этого видео под ним будет информация о моих марафонов ближайший стартует 13 января на старый новый год и и ребята приглашаю вас подписаться на мой инстаграм который ждет вас огромным количеством информации регулярными лайв эфирами и просто бурлящей жизни спасибо вам мои дорогие за ваше время и всем крепчайшего здоровья и отличного дня